Неделю назад в общественном транспорте Якутска заработала система дифференцированной оплаты проезда. В первые дни от горожан в адрес городских властей поступали жалобы о больших очередях в пунктах продаж карт и неисправностях терминалов. Как обстоят дела сейчас, выяснял наш корреспондент Юрий Осипов. Деньги заканчиваются, счет не пополняют. А когда предъявляешь им терминал, где написано пополнить счет, он объясняет это тем, что у него налички нет, платить не будет, повернулся и ушел. Именно водители вынуждены были выслушивать недовольство пассажиров. Так, на днях одну из пассажирок водитель не выпустил из автобуса из-за того, что не сработал терминал. Поступали жалобы, что не пробиваются карты. И мы тоже провели работу, что если даже не пробивается карта, тогда водители не имеют права просить проезд наличным. Система безналичного расчета в общественном транспорте в Якутске была внедрена 6 лет назад. За это время она неплохо себя зарекомендовала. Следующий этап – проездные билеты с лимитом на 20, 40 и 60 поездок. Срок их действия – 60 дней. Приобретая вот эти карты, человек экономит средства. Не надо все время искать мелочь или вытаскивать кошелек, что чаровато тем, что можно этот кошелек потерять, могут его украсть. Продажа проездных началась в конце ноября. В первые дни было куплено более 4 тысяч карт. Наибольшее количество пришлось на карты с лимитом 60 поездок. С момента их официального запуска 1 декабря приобретено более 20 тысяч проездных. Из них 80% с лимитом на 60 поездок. Исходя из графика, можно сделать вывод, что пик покупок пришелся на 1 декабря. С введением новой системы прошла ровно неделя. За это время с использованием новых проездных карт произведено уже более 160 тысяч поездок. Несмотря на это, отнюдь не все овладели новыми проездными картами. Кто-то и сейчас использует старые транспортные карты, а кто-то и вовсе предпочитает наличные. Для тех, кто постоянно ездит на двух-трех автобусах, бывают же такие. А мне она невыгодна. Я если возьму, то по 21 транспортную карту. Не знаю даже. Не пользуюсь я их. Я просто ими не пользуюсь. У меня лет 15 пользуюсь этой картой и все. Новые проездные являются удобной альтернативой наличному расчету. Но если возникают проблемы с оплатой, пассажиры могут обратиться в любой офис Алмаз-Эрген-Банка, работающий с физическими лицами. Клиент пишет заявление и его карта направляется на экспертизу. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Ваши, 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 Ваши.